Ребята, ну что, неудобно вы что. Кажется для школы? Неудобно. Ну проходите, посидите там. Участковые Волжского района приходят в квартиру к Владимиру Александровичу во второй раз. Первая встреча оказалась короткой, так как действовать сотрудникам пришлось оперативно. На счету была каждая минута. Позвонил, вот 02-119, мне сказали, мы сейчас вас свяжем с участковыми, вот они вам ответят. Вот ребята позвонили, во-первых, спросили, какое мое состояние здоровья. Я говорю, приступ, лезу на стенки. Они говорят, ну хорошо, адрес точно скажите, мы сейчас приедем. Через 10 минут ребята были уже у меня дома. Информацию от дежурного о необходимости оказания помощи гражданину принял участковый Роман Баринов. В тот вечер он находился на работе. На указанный адрес сотрудник направился вместе с лейтенантом Анзором Мукаевым. Напарники в считанные минуты. В ночное время улицы города были пусты, преодолели расстояние от пикета до дома тяжело больного пенсионера. На домофон не отвечали, не открывали долгое время, начали звонить соседям. Соседи все-таки открыли, мы поднялись на этаж, нашли квартиру. Там уже нам Владимир Александрович открыл. Мы собрали его вещи, его самого собрали и довели до машины. После чего было принято решение о его госпитализации. Предварительно Роман созвонился с 8-й городской клинической больницы, чтобы уже по приезду нас ожидали медработники. По приезду уже нас встретили медработники и оказали первую ему помощь. И после чего уже прооперировали гражданина. Владимир Александрович рассказал, что если бы не сотрудники полиции, среагировавшие на просьбу о помощи, состояние его здоровья могло бы ухудшиться. В больнице он провел почти неделю. Там ему сделали операцию и выписали. Сейчас он находится дома и идет на поправку. Вот это вот действие их оперативное. Это вот помогло, конечно, мне сразу приемный покой ждал. Сразу все это оперативное обезболивание. Это вот время сэкономили очень, понимаете. Вот эти действия, их просто свыше всех благодарности. Заслуживая всяких поощрений с стороны управления, необходимо вот такие вот моменты отмечать. Это как пример для всего личного состава управления. Что такое отношение к пожилым, больным людям, именно вот такое человеческое отношение. После операции Владимир Александрович не забыл о своих спасителях и обратился с благодарностью в адрес участковых уполномоченных полиции. В настоящее время руководством Главного управления МВД России по Саратовской области решается вопрос о поощрении сотрудников. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.